Так, мега-пихарь, пора в третий акт. Пум, 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 очень громко. Что тут у нас, Мощив? Быть варваром... Наверное, много чего интересного видел в северных землях, да? Я надеялся, что никогда сюда не вернусь. Ведь джунгли совсем не напоминают тот Кураст, который я помню. Я не знаю, что за зло произошло, но ты должен это остановить. Я буду молиться за то, чтобы тебя джунгли не сожрали. Кстати, если ты не успеешь, то твоя родная земля тоже падет, потому что там уже дальше север, да? Ну, когда-то это великий город был, насколько я знаю. А потом тут именно этот орден Закарума тусуется, которые должны были охранять Мефисто, но Мефисто их подчинил себе своей воле. Наталя. Привет, герой. Слышала... Я удивлена, что ты добрался сюда. Очень мало смертных способны противостоять трем высшим злам. Меня зовут Наташа. Я охотчиваюсь на зло. Из древнего ордена. Я бы присоединилась к тебе, но я должна тут ждать новостей. Не знаю, что там случится, но будет очень опасно. Я пока жду своих этих приказов, я там помогу тебе, чем смогу. Ладно, с ними со всеми потом будем общаться. Давай, шо у нас? Мы, в принципе, готовы ко всему. Торговца хочу посмотреть. Тут паладин был, по-моему. Не, тут был жрец какой-то крутой у них. Декард Каин. Шо, уже захавал местного супа с грибами, да? Я тут не был, это великий кураст был. Я никогда не мог представить, что настолько тут все запустело, да? Ты должен... Это работа Мефисто, все непременно. Ну, ты крепись, мягопихарь. Диабло и Баал, тут прошли, ты должен найти их. Пошли сейчас. Подожди, Декард Каин, куча вещей. Эти бутылки, кстати, неплохие, наверное. Павлом продадим. Два сокета не надо уже, да? Напарников ставить разве что. Куча рун. Я потом это все буду разгребать. Куча бутылок у нас. Мы готовы ко всему. Давай вот это сюда. Потом действительно все это будем разгребать. Два идентификации, потому что сейчас предметы пойдут, наверное. Эти бутылки сюда сразу складываем. Мягопихарь. Так, травить будут, да? О, тут травить будут капитально, тут пауки будут, потому что... Алкор. Кто тут там торгует у нас круто? Вот Омрус. Ормус, по-моему, вот этот хорошо торгует. Такой он, посмотри, он очень крутой. Ты теперь говоришь с Ормусом. Очень долго это все. Давайте пропустим диалоги, я потом вам... Может, еще сделаю какие-то... Вон, такие мечи продают. Потом сделаю лирическое отступление. Не, он бутылки продает. Ну, у него будем закупаться, собственно, наверняка. Нам это понадобится. Так, а нет, ты не продаешь то, что надо. Мне надо найти бутылки противоядия первым... Первым делом. Тут еще у нас кто-то. Это выход уже. Алкор продает. Значит, тут заданий тоже шесть. И задания, похоже, будут, как были во втором акте. Надо будет... А, проклять, эти люди не могут меня оставить в покое. А с тобой играть еще можно, да? Вот, давай мне вот эти бутылки. Три штуки. Я еще вычитал, что shift плюс бутылка. Это я вроде бы ее... Да, я ее использую на напарника. Тут, знаешь, с напарниками можно будет хорошо поиграть. Тусуем в джунгли. Посмотрим, что нам противопоставит. Резисты. Отвратительные. Темный странник, стоять на месте. Он уходит. Я с ним ничего сделать не могу. Он уходит, действительно. Темный странник уже здесь. Посмотрите. Свежая плодь из него вылупилась. Господи, как это противно. Ну, заходим в джунгли. Собственно. Что у нас? Spider Forest. Сейчас будет травить нас капитально. Spider Forest вроде первая локация. Первый квест там вообще должна выпасть. Какая-то мы какую-то ерунду должны найти, когда на героя нарвемся. Мегапихарь тут... Да, мелкие еще засранцы будут, да. Мегапихарь получит подпольную кличку Заяц. Знаете почему? Потому что дубы и колдуны что-то шепчут в тумане. Мегапихарь врывается на них. Начинает клепать просто. Ну, не, мы со всеми сразимся. Brainstock. Слышишь, мы можем подобрать, собственно. Я маны что-то не взял. Сюда. Три сокета. Ты можешь такую штуку носить? Good use, да? Да давай сразу ее напяливаешь туда. Вот мне бы маны восстановить не помешало. Стэш. Суперовый Gauntlets. Вот это уже новый тир, не такие перчатки, как у нас. Мегапихарю нормально, потому что он сможет перепрыгивать здесь. Большие эти болота и, собственно, со всеми сражаться. Ну, тяжеловато достаточно. Jungle Hunter. А нет, то мы тут всем накидываем. Я перекачан, по-моему. Только по мане у меня беда, честно говоря, началась. Давайте сильно не будем перепрыгивать, потому что пробежимся. Надо пути все проходы найти. Мана Поушен нам понадобится, судя по всему. Это второй выход, да? Да. Мы, по-моему, называется Far Jungle. Близкие джунгли. Вот и герой первый. Сейчас мы сразимся. Мегапихарю уже сразу дали. Что он там? Миньон. А сам герой что? Экстра стронг, судя по всему. Так, я мегапихарь должен справиться. Что-то стон скин у него, каменная кожа. Готов. Джейд фигурка. Странная маленькая статуя, да? Мегапихарь. Декард Кайн. Вернись, Луфт Голен Мешиф говорил, что он собирает фигурки Джейд. Такие маленькие статуи. Ему понравится, да? Значит, мы должны показать Мешифу вот эту фигурку. Я ее забрал, да, Джейд фигурка. Давай только быстро впарим предметы, чтобы они тут не пропали. Сокеты вставлять какие-то? Не знаю даже. Сюда. Это давай. Стэш сложим. Это потом можно будет формануть эти бутылки. Предметы надо пособирать. По порталам у меня еще есть. Это первый квест, он вообще детский. Кристаллический меч надо забрать. Грейтермана. Но бутылки хорошие здесь падают сразу же. Быстро сделаем первый квест. Ормус. Все остальные. Кристаллический меч. Что там? Четыре жизни ворует Мешиф. А еще должны быть торговцы какие-то. Не знаю. Мешиф. Фигурка Джейд не хватало моей коллекции. Слушай, у меня статетка есть золотой птицы. Несколько лет я ее держал, но вот я нашел наконец, на что ее поменять. И теперь надо спросить Каина про золотую птицу. Бежим. Декард Каин сидит, там чай с грибами пьет, да? Тут такой вообще, как ацтеки, они прямо как индейцы. Очень атмосферный город. Мне вот третий акт нравится. Я читал легенды про Ку Елена, который изучал загадку жизни после смерти. Если я правильно помню, он что-то там изучал золотые статуэтки. Странная история была. Ну? Теперь ее надо Алкору отдать, эту фигурку. Алкор там тусуется. Может, Алкор и изучал как раз это? Давайте. Отшельник. Тут классные квесты будут, вот эти маленькие. Здорово. А, золотая птица Ку Ел. Спасибо тебе, мой друг. Я уже занят экспериментами. Вернись ко мне и увидишь, что я сделаю для тебя. Вернуться к Алкору за наградой. Я тут смиксовал для тебя полшин. Невероятный. Так, 20 к жизни он навсегда должен дать. 280, отлично. Чуть-чуть полегче. У меня по предметам все хорошо. У меня тут жизнь вставлена. У меня сколько хп? Хотя не так уж и много, честно говоря. 280. 280. Мне надо армор уже менять. Поэтому надо тут понять, кто у них что продает. У них должен быть кто-то, кто торгует армором. Чтоб мы, в принципе, посмотрели. Это вряд ли Ормус. У него щиты, потому что тока. Кристаллические мечи, однако, тоже у него есть. Тут топоры, вот это уже следующего тира. Кто-то с пехами у вас торгует Ормус. Вот это вопрос. Сейчас мы всех поищем. Мощив. Мощив первый. Здесь, дед. А, здесь все. Вспоминаем. Вспоминаем потихоньку. Прекрасные доки Курата. Наталья. Вот здесь у нас, по-моему, еще должен быть персонаж. Тоже тетенька какая-то, да? Она сразу наемников вроде выдает, или нет? Хратли. Я раньше говорила, демоны, короче, везде. Но, похоже... А, нет. Они там, она эту бухту заклятия наложила, чтобы демонов сдерживать, но оно потихоньку слабеет. И ей нужен клинок, который называется Гитбин. Найди, и наше убежище будет в безопасности. Но она мне раньше об этом не рассказывала. Хратли, слушаешь? Клинок в Flare Jungle надо его найти. Такое тоже. Trade Repair. О, ты у нас, армор, да? О, у тебя, слушай, нету еще ничего такого. Три к ловкости. Можно уже? Четыре к ловкости. Airplanish Life-то можно уже брать, наверное. Тяжелее буду достаточно. А сколько стоит? 25 тысяч. Не подходить. Оружие показывай. Lighting Damage. С сокетами давай показывай. Вот такие надо мечи. 8.22 неплохо. Ну, тут, кстати, неплохой меч. Уже на 2000. Уже неплохой. Брать армор тяжелый. Но хотелось бы получше выбить что-то. Не, пока что побегаем. Потом посмотрим меч. Давай смотрим. 33.89. Как бы уже лучше. Lighting Damage и Enhanced Damage. Ну, нижний упал. У него бы сокет еще какой-то вклипать. У него нормальная скорость атаки, кстати. Ну, посмотрим. Старый продаем, потому что и так тут надо мечи менять. Надо вот такие найти. Гигантские. У тебя гигантских. Ну, Lighting Damage такое, честно говоря. Но мы выбьем сейчас что-то по-любому. Доспех. Доспех готический причем. Мегапихаль. Так. Погнали в джунгли. Тут можно выйти. Вроде. Нет, тут нельзя выйти. Все, со всеми познакомились, вспомнили. И тут первые три квеста такие базовые будут. А квест основной будет, там надо будет какого-то древнего жреца из этого Зентарима собрать. Потому что Декард Кайн сдает его, кстати, да? Не забывай, что тут нужно Мефисто заниматься. Древний Харадрим, который поленил лорда ненависти в башне гвардианов, тусуется в городе Травенкау. Знай это, друг. Единственный путь добраться до этой тюрьмы, уничтожить артефакт, который называется Комплитинг Орб. Мефисто использует девайс этот, чтобы контролировать священников Закарума и их последователей. Арбум можно уничтожить только с древним флейлом, в котором будет присутствовать дух непорабощенного священника. Мефисто работал над своим злом порабощением Закарума, священников Закарума. Обернул их на темную сторону, там только один из них какой-то там не повелся, его звать Калим. Он убежал из королевства. Священник Санки-Кур помогал что-то там Калиму убежать, да? Высший Совет тоже были обернуты на темную сторону. Орба контролирует их. Ну и вся вера Закарума, короче, повержена. Короче, мегапихари, хватит тут запендриваться. Твоя задача — собрать части Закарума, части Калима, его сердца, его мозги и его глаза. Потом, используя Харадрический куб, трансмутировать Калиму Флейл. И с помощью этого Флейла сможешь уничтожить вот эту орбу, собранную, и открыть путь к убежищу, в котором тусуется Мефисто. В общем, Мефисто тут пленили, но Мефисто сидел плененный, и даже, будучи плененным, он смог вот этот совет Закарума всех священников под свою волю поработить, их волю, и тут дел наделать. Поэтому тут все пошло уже не так. Мы продвигаемся аккуратно, потому что там Пауковский лес, а в Пауковском лесу, по-моему, там тоже будет квест, да? Ну, у нас он, собственно, и есть уже. Не, во Flyer Jungle надо это искать. Так, давай, тусуемся. Мелкие они еще не сделают. Сейчас мы, тем более, на них фетиш называются. Ну и демоны таких мы уже встречали, Jungle Hunter. Ну, похоже, в церковь выпадает. Мегапихарь хорошо себя чувствует. Не боимся холода. О, шаманы будут, у них такие мелкие, да? Халк тут, вернутый Халк. Давай, бежим тут пока что вперед, я думаю, тут можно ворваться. Ну и тут надо аккуратно себя вести, потому что мелкие плюются хорошенько. Тут нужен нафиг какой-то от выстрелов. Тут дальнего боя, в принципе, у меня руна есть, тут я вижу уже паучьи коконы. Туда идем или нет, не знаю, но пауки вот это проблема, конечно, может стать. Ахлизир не боится пауков, он говорит, что мегапихарь тоже не должен бояться, потому что храбрый варвар. И мы врываемся потихоньку, пока Декард Кайн там заваривает очередную порцию чая. Где мы? Спайдер Форест. Так, а я должен... В Спайдер Форесте я тоже что-то должен найти. Амулет вот, например, я нахожу, это уже неплохо. А, я аж вот эту штуку должен собирать, да? Глаз я, например, ищу глаз Халима в пещере пауков. Тут, собственно, я ее, собственно, уже нашел. Ну давайте, джендельмены, готовимся. Сейчас, судя по всему, надо будет покупать предмет на резисты к яду. Фу, как противно. Давайте это побыстрее сделаем. Что тут финды налетают? А я электричество это не держу. Отравленный паук. Куча пауков. Что-то не сильно травят, честно говоря. Давай бежим вперед, напарник. Сейчас мы тут очистим от скверны. Что ты тут копошись, мерзкий паук? О, тут герой паук. А это флэйм спайдер. Никакой не герой. Всех сейчас тут порубим просто на куски. Опыт капает. Получим еще уровень. 24-й. Тут у нас чест. Сейчас это надо забрать. А как туда попасть, а? А лабиринты тут, посмотрите. Карта такая противная. Ненавижу пауков. В каждой РПГ обязательно нужно сделать этих противников, а? Близзард Энтертеймент. Вот тут кто-то лазает. Спокойно кастуй ману свою, эту ауру. Батки будут налетать насильно, ничего не сделают. Проходим аккуратно, не спеша. Впереди противники. Чтоб героя не было. Светится потому что. Не, они что-то просто светятся. Флэйм спайдер. Ну, тут все будет хорошо до тех пор, пока мы до Караста, собственно, не дойдем до базара. Вот там вот будет жестко уже. Что помню про акты, так навскидку, что можно от Верховного Совета, можно очень быстро отлететь, если там не иметь резисты. Потому что парни хорошо магией владеют. Там куча священников этих. Ну, вроде бы Алистер Кроули, мой некромант их вообще не прочувствовал. Посмотрим. Акт вообще тут очень насыщенный. Кстати, Герой Паук, потому что миньонов сейчас сражаем. Пью бутылку. Все умеет делать. Экстра стронг. Чуть-чуть ему вот так вот. Да я героя даже не прочувствовал. Даже героя не прочувствовал. У меня скипитер, с кожанка, амулет. Сейчас, давай. Халим с Ай. Это забрали, бабки забираем. Я не знаю, я в прошлой серии, в конце серии читал, но сейчас у меня какой уровень? 23-й, я себя уже тут нормально чувствую, потому что шмот у меня хороший. Что Декарт Каин? А, глаз Халима. Только это может настоящий путь показать к Мефисто. Положи глаз в характерический куб, ну и сделай вот эту штуку. Ты, Декарт Каин, давай, начинай уже вещи опознавать, потому что надо уже начинать. Где этот глаз? Что-то он дает, ничего не дает. Ну и будет тут лежать, собственно. Так, желтая фигня сюда, это сюда, это собираем. В бутылке есть запас, в принципе. Это продаем. Амулет, Fire Resista 18, не подходит. Значит так, амулеты собирать, чтобы с них клепать потом кольца или нет? Я не знаю, честно говоря. Как показал в прошлой серии опыт, лучше их выбивать, потому что что-то предметы не очень хорошо клепаются. Лучше их продавать, потому что амулеты и кольца всегда хорошо ценятся. Вот, что мы думаем. По этому поводу. Поэтому все впариваем. Но впариваем кому? Впариваем подруге, которая продает. Далее мы ищем мозги. Flare Dungeon. Ну все, нам надо Flare Jungle, Flare Dungeon. Вот и первые три квеста по сути закрываются. Делаем до четвертый уровень, забираем Френзи, тестим Френзи. Полторы тысячи. Так, ладно. Бутылки уже серьезные. Heal Potion 200 хп. Давай армор показывай. Шипы. Дамаг уменьшенный. Стоит слышать их. Это все мои деньги. Light Radius. Оружейку показывай. Один по 13 Lighting Damage. Это хороший урон. Быстрая скорость атаки. 3 по 16. Тут 8 по 22. 3 по 16. Нижний плохой. 7 по 19. А вот эти мячи. 10 по 20. 8, 22. 3 по 16 плюс. Ну считайте 4. Тут высокий будет неплохой урон. 16 плюс 13, да? А тут 1 по 12 Lighting Damage. Не, они подходят. 7 по 22. 3 к максимальному. С сокетами надо выбивать меч и вставлять туда наши камни. Может быть надо найти. Может этих мечей уже с сокетами сильно не будет. Не знаю. Посмотрим. Надо мне почитать рецепты про руны. Может что-то попытаемся скрептить. Мегапихарь, куда ты перегружен? Только начали акт. А ты уже перегружен. Паладинский скипетр. Тут еще есть что-то в этой пещере. Проклятый. Давай пробежимся. Почему нет? Не будем спешить. А еще огненные паучки. Уровень копится. Икспа идет. Мы играем на хардкоре. Мы не спешим. Мы фанимся. Тут еще кусок пещеры целый есть. Может героя какого-то встретим. С героя что-то вещи попадают. Вот, например. Еще мы не встречаем. Я помню, что тут запутаны достаточно у них джунгли сами. Собственно, в этих джунглях мы будем немножко искать. Пытаться искать проходы. Клеймона падает. Кстати, вот это еще нужно. Мегапихарь инвентарь сильно забит. Декарт Кайн, слышишь? Надо. Эти бутылки подскладывать, наверное. Антидоты не понадобились. Еще будут нас травить. Надо что-то здоровое продать. Вот это 1 по 2 фаер дэмэдж. Триксили. Этот еще оставим. Потому что место занимает. Зевинг поушен не нужен уже тоже по сути. Декарт Кайн. Ну, этого еще посмотрим, что у него продается. Ну, Двутен Паладинский эти штуки очень любит. У тебя тоже армор есть, но у тебя армор магический. 23 силы нужно для таких штук. Фаер резисты. Косы. У тебя тоже такие мечи есть. Слышишь? Неплохие. 6 жизней крадет. Лайтинг резисты плюс 6 на мечи. Лакуста. Лакоста. Палки зеленые и синие. Офигеть просто. Бутылки не покупают. У меня их слишком много. Забираем шмот. Так, лимора. 2 сокета. Мало. Мало. Не то, что нужно. К сожалению, это не то, что нужно. Я тут капец блуждаю. Вижу еще один проход. Фу, как противно. Мелкие. Можно раздавить? Можно раздавить, посмотрите. Собственно, как скорпиончика в прошлом акте. Так, ну пауков всех надо уничтожить, потому что нечего тут тусоваться. Тут еще. Надо так, разогрев. В каждом акте должен быть разогрев обязательно. А тут еще, по-моему, герои какие-то дикие. Бывают именно в самих джунглях. Но это мы еще увидим. Ну, пауков тут много еще присутствует. Альхизир, давай. Накидываем им. Еще больше нету. Все, отсюда надо валить из этих джунглей. Через портал. Не знаю, вставлять этот меч или нет. Мало 2 сокета. Талруну могу вставить и вот эту ерунду. Не, клеймора не. Вот в такой меч я бы вставил. Это не подходит. Нет. Жаль, нельзя перепрыгивать сразу через болото, чтобы бежать к тетке, которая хратли. Кузнечик, кузнечихе. Забери, ботинки забери. Армор, покажи, трикмане. Фрустнова. Хитрый, не, не подходит. О, 2 сокета. А что, не хватает денег мне, да? 47 тысяч. Хитрый кавери, побыстрее 2 сокета. То есть, 110 армор. У меня 45 тысяч. Значит, это стоит 47. Но это хэви доспех. Я буду медленнее. Защищенный буду. Механический плат, плейтмейл, эквилибриума. Тут защита 104, тут 110. Значит, они еще покруче, чем вот эти, да? Значит, 8 тысяч мне хватит точно. 47. Конечно, хватит. Забираю доспех. Все. Он магический, значит, слово силы нельзя делать, поскольку я читал правила с магическими вещами. Ну, посмотрим. Я не знаю даже. У меня куча этих слов сил. Нефруна есть, например. 30 защиты от миссл. Это можно вставить. Эльруна, армор. 15 к защите. Это не нужно, наверное. 6 к ловкости вполне себе можно вставить. Можно вот это вклипать. 13% лучший шанс найти предметы. 17 к мане. В принципе, уже, наверное, надо задумываться об этом. Или нет. Я бы defense против миссл бы поставил. Это не ерунда. Вот эти 3 слова силы, они сами по себе не очень крутые. Хотя вот это неплохое. 9 к максимальному дамагу. Вот так уйдет. Давайте, поскольку тут точно будут стрелять, я нефруну вставлю сразу. Сейчас я рецепты, которые я выписал, прочитаю еще раз. Нефтир у меня есть. Нефтир. Нефсолид. Талэс. Тирэль есть еще. У меня руны Ит, Эль. У меня тир нету. То есть, такой нету. На скидку. Нефт вставляю. Что еще вставить сюда? Ну, вот это можно. Реген маны и Airplanish Life. Это неплохой аффикс, честно говоря. Ловкость надо или нет? 6 к ловкости можно из джевела вставить. Ловкость тогда будет запредельная. Это чисто... Так я ее раскачивать не хочу. Хотя, в принципе, у нас и так неплохо. Этот меч уже с нами очень долго. А так рейтинг. Не, лучше ловкость ставить, потому что это еще защиты повысит. Или шанс найти магический предмет. Хороший, сочный шанс такой. Ага. Потому что в сингл-плеере с этим тяжело. Защита еще и так неплохая. Давай шанс найти магический предмет. Неплохой. Плейт неф у нас. Да. Значит, что? Надо пояс заменить. Файр резисты. Мы потом доспех сможем поменять. Мы денег себе нафармим. Но как-то так я решил. Ситуативно. Черепуха, может, пойдет. Черепуха надо собрать одну крутую. Вместе стал руной. И вот этим можно следующий убер-меч на 3 аффикса сделать очень крутой. Который будет просто убивать ядом. И мне хп восстанавливать. Так. Я ни одного, конечно же, вейпоинта не нашел. Грейт марш. Флайер джангл. Слушайте, далековато. Ну, погнали их искать. А, подожди. Флайер джангл. Этот. Мы первый кусочек квеста сделали. Флайер джанглы. Флайер джанглы. Бежим, бежим потихоньку. Попугай летит. Слышишь, како. Вот это тут приговорили. Что тут это? Лавит эмеральт выпадает сразу. Неплохо. По армору 289 уже. А вместе с этим 501. Господи, ты боже мой. Давай сюда, молодые люди. Шо вы. Куда идти, не ясно. Значит, впереди этот спайдер форест. Ну, давай все-таки сюда куда-то, наверное. Мега пихарь может перемещаться свободно достаточно. Тут мы были. Тут мы этим разбили кабины. Вот сюда по дорожке вперед. Такие бутылки маны мне даже не нужны. Чтоб тусоваться. Куда-то сюда, да? Ох, мега пихарь. Тут опасно может быть. Ну-ну. Стамина закончилась? Такого не бывает с великим героем. Я много пробежал, потому что ловушка летит. Вот он стреляет, и я поглощаю урон, судя по всему. Они мне не будут урон наносить. Как она работает? Плюс 30 еще дополнительная защита против мисс. Да, то есть это 289 плюс 30. Шанс его меня пробить 44. А я 93% наношу. Напарник испугал, честно говоря. Вот эти уже пожестче. Кстати, а что следующее? Вкачивать силу, конечно же. О, тут какие-то, слышишь, жабы. Боевые причем. Большой набег с героем. Сейчас опасно очень. Да, накидали мне капитально. Чуть не откинулся сейчас, честно говоря. Нельзя сейчас спешить. Обстреливают очень хорошо. Я рад, что не фруну засунул. Это не герой. Не, ну миньоны тут присутствуют. Потому что демоны тут уже. Еще себе мне снес хп. Боже, просто. Давай клипаем их. Напарник застрял, конечно же. А фетиши, кстати, это демоны. Опа, вот тут вот эти опасные. Огнем плюет, да? Сейчас тут можно слышать и остаться. Две бутылки пью сразу. Да, тут можно остаться, но он тоже погибает. Hill Potion. Не, развалили. Мегапихарь перегружен. Мегапихарь, давай сюда, 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 сюда. Это ничего не перегружен. Тут два сокета. Это надо, может, уже напарнику уэнта. Может, выкинуть его или продать. Так, 210 голды. Скипитер, Менопоушн, Хилл Поушн. Амулет, Скулл Кэп. Вот это интересует. Хилл Поушн тоже пошел кольцо. Еще один. Нужны Fire Resistance, чтобы с ними сражаться в ближнем бою мне. А, еще мелкий. Они друг на друге стоят. Хилл Поушн нам в куче просто. Пью тогда, что? Сюда, сюда. Да, потом все, опознаем. Тут уже нельзя, короче, выпендриваться. Тут они хорошо набегают. Пол ХП мне сносят этим огнем. Полиакс выпадает. Продавать вещи. Декард Каин. Польца там, все остальное. Давай при тебе посмотрим, Декард Каин. Может, ты у нас счастливый, а? 39 экстра голда from монстров. Вот я вот это до монеты ставлю. Если мне придется перед боссом копить большую сумму. Честно говоря, мегапихарь не такой уж и расточительный должен быть на предметы, потому что он не жилец. Но может понадобится. Эморальт мы оставляем. Этих бутылок я понабирал зачем-то. Не пользуюсь особо. Это заберите. Это сюда. Редживэйшн, поушин, не знаю, куда-то. О, слушай, бутылок у этого маловато. Я попропивал, потому что. Ну, сейчас бутылки пойдут. На Карт Каин. Как бы их так сразу в этот, так сразу не получится. И в рюкзак. И мы костюм соодно, ну, этот, ящик очистим. Всё, и тут ещё две. Там предметы были ещё, которые надо бы подбирать. Я от этих бутылок должен избавиться от дюрельевских. На них ещё запах остался, понимаете? Ещё запах. Давай, полиакс. Мегапихарь, такая здоровая штука, что ты не можешь просто её, да, забрать. И этот полиакс такой. Всё, погнали дальше. Тут надо вайпоинт какой-то найти хотя бы. Вот эти ничего не делают. Вот этот вот запасен. И мелкий остаётся ещё после него. Стэши куча просто такие, да, крутые Стэши. Мы их разваливаем. Тут я хорошо получил. Не боимся яда. Резис 75. Давай, попробуй, возьми мегапихаря. Следующая ерунда. Так, бамбл халков разваливаем. Вот эти напрягают. От них можно отлететь. Действительно, он такой залп огня даёт. Это очень уверенный. Уровень, кстати, копится не очень быстро, честно говоря. По-моему, мы заходим уже в следующую локу. Я хочу с той стороны посмотреть. Может, тут что-то я пропустил. Вейпоинт какой-то, что-то ещё. Поначалу не очень тяжело. Огнём дают хорошенько. Тут ещё переход. Будет что-то. Бамбар халки токал. У меня потихоньку начинает стамина, заканчивается, что очень интересно. Стэши только. Благола, золото. Мегапихарь. Оп. Не помешает нам прогулка. Хорошая. Маска выпадает, да. Ха-ха. Защита 20. Вообще, это ни о чём. Вейпоинт нужен. Может, я где-то видел и пропустил просто его, да. Стамина заканчивается. Это очень интересно. Я тебя возьму, кричит. Айкача. Слышишь, получается. И напарник его добивает. Маним беда начинается. Давай в город. Ах, тут эти бегают, клокочут на такое. Так, Декарт Каин, что тут у нас? Дертифицируйте, пожалуйста. Мы же напарнику выдадим эту ерунду, а? Один колд дэмэдж. А у тебя ещё три сокета тут, слышишь? Восемнадцать тридцать девять, всем по семнадцать. Пятьдесят шесть сто шесть. Неплохой урон. Побольше, чем мой. Мне надо второй меч менять, потому что я хочу нижний урон повысить. Да и верхний не помешало бы. Так, давай сюда. Это сюда, это сюда. Армор, оружие кристаллические. Ну, крадёшь ману такое. Всё. Вот этот меч. Два по девять фаер дэмэдж. Пять по пятнадцать. Шесть поизон дэмэдж. На две секунды. Всё равно троха не то. С кем мы тут играем? Я не хочу тут играть, потому что денег мало. Это надо скопить какое-то количество. По крайней мере, на следующий костюм, если это придётся делать. Ну, армор неплохой. И шанс получить магические предметы. То есть, наверное, должны падать у нас уже предметы. Ратли, покажи-ка мне. Арморы действительно. А перчаток что-то я не вижу тут вообще. Ну, а мечи. Вот это очень крутой аффикс. Превент монстр хилл. Но он потом понадобится. Он сейчас не особо важен. Гигантские мечи. Тут мне, по сути, в прошлом акте повезло получить такой меч. О, вот эти нужны. Слышишь, ловкость какая. Девять по пятнадцать. Ловкость надо подгонять всё-таки туда, получается. До пятидесяти. Вот этот неплохой. Девять по пятнадцать. Быстрая скорость атаки. Девять по пятнадцать. Тут-то получше. Но тут enhanced damage. Надо посмотреть, какой у него стандартный. Семь по четырнадцать. Девять по пятнадцать. Это не очень хороший урон. Ну, лучше, чем семь по четырнадцать. Потому что нижний растёт. Семь по девятнадцать лучше. Вот такой вот надо меч всё-таки находить. Но у него нормальная скорость атаки. А мне надо быстрая. Восемь по двадцать. Вот эти нужны. Варсорд. У них быстрая скорость атаки. Да, надо найти варсорды. И такие бывают с сокетами, я помню. Я помню, что такие бывают. У меня паладин с таким бегал когда-то. Когда-то очень давно. Опа. Или варвар, может, даже бегал. Слушайте. Но я помню, что такие бывают с сокетами. Вообще можно сделать челлендж. Играть вообще без сокетов не вставляют. То есть, что тебе выпадет, тем сражаешься. А, тут эти ещё. С ними сделать ничего не могу. А куда дальше мне, простите? Сквозь болото? Я тут дальше не прохожу. Это не, это мы просто вейпоинт нашли. Значит, нам на другую сторону получается. Мега-пихарь, чтобы у тебя так заканчивалась стамина. Придётся закупать её. По бутылкам достаточно. Маны мало. Ну, пройдёмся пешочком. Сплинт-мейл выпадает такое. Мега-пихарь. Мне силы надо побольше. Я что-то перестал ушатывать. Противников с одной пыльюхи. Ещё баш чуть не получил. Так, мелкие набегают. Ночью тут тяжело с ними сражаться, потому что их не видно. Они такие противные достаточно. Но могут накидать. В компот. Он набегает ещё. Это ещё первый тир. Там... Не хватает маны мне. Они были в конце... Этого... В конце... Первого октава. Тише. Проблема смануя нашу мнение. Мануя вкачивать точно не буду. Это потому что глупо для варвара. Предметами всё разгоняется. Элементарно. Explosion Potion. Такая ерунда всякая. Я до сих пор на Great March. Какие тут здоровые локации? Господи, давай мега-пихарь. Продвигаемся потихоньку. Я из-за дерева не вижу, где он. Flare Dragon. Мне нужен и... Сейчас, секунду. Кошка третий день, четвёртый день после операции уже залезла на такую высю, что её еле сняли. На двери балконные. Зачем лезет? Господи, надо ей сидеть. Она в такой обмотке. Типа такой... Ну, как бы, перевязь такая. Ей нельзя сейчас сильно тусоваться, но она тусуется. И мега-пихарь тоже врывается. Опа! Мелкие засранцы. Сейчас все получат тут. Кто был послушным и непослушным. Слышишь, я могу отъехать от этого огня. Нужны Fire Resists, потому что... Сильно залетает. Знаете почему? Потому что урон в секунду там считается, да? Так, значит, мы Flyer Jungle ищем. И Flyer Dungeon, он определённо должен быть во Flyer Jungle. Знаете, что мне надо сделать? Мне надо отдышаться, во-первых. Вот. Декарт Кайн прав. Выпить с ним этого грибного отвара и... Нарисовать себе карту, наконец-то, и запомнить её. Потому что я никак не могу запомнить. Что, где и зачем. Ноу. Меч давай поищем. Меч поищем. Поищем меч. Как жаль, что тут нельзя перепрыгивать. Ратли, давай. Ах, тут у тебя готический вид. Ну, это не надо уже. Cold Resist, Lighting Resist. Конечно, ты будешь продавать вещи с плохими резистами. Ну, с винитированием. А, тут ещё ловкость нужна. 45 для таких мечей. Enhanced Damage. Так, рейтинг. Ну, так, рейтинг, мне кажется, наплевать. Это у нас... Это меч вообще? Это даггер. Опять к мане после убийства. Ну, такое. 11-19. 4 к минимальному дамагу. У меня сокет есть на дамаг. Надо убер-меч сразу делать. Сакрифайс. Тут, господи, это вот не ещё себе цены, а по 4 тысячи. Что-то с сокетами ещё не падает. С сокетами что-то ещё не падает. Может, придётся такой какой-то меч взять. Я не против, почему нет. А этот мудрец, что продаёт там отшельник? Что-то он ещё продаёт, вроде бы. А, он играет. Он у нас... Вот оно что, я совсем забыл. Ну, давай, почему нет. Что, у меня 24 тысячи. Только ты давай тировый. Понимаешь, тировый меч. Тировое копьё ты продаёшь, да? Чёрное копьё. Белт. Фарри. Ну, резисты нужны. Белт всё-таки выбивает. 4 к жизни, к жизни. К мане. Нет, такое. Хитрый. Посмотрите на него, каков хитрец. Нет. И давай следующего тира. Следующего тира предмет. Чтобы он хотя бы соответствовал. А? У тебя тут, я чувствую, что в этой... Твои лачуги затесались предметы. Это 54 тысячи стоят. Давай, давай, под уровень. Всё, мы прочитали уже на сайте, что... Под уровень персонажа должен падать предмет. О! А так, 9 по 16, это как рейтинг. Не могу пока, что его, конечно, уже надеть. 9 по 16. Ну, как бы... Не, он хуже даже, чем вот этот. Господи, 9 по 16. Ну, мы уже хотя бы посмотрели их. Тут 8 по 22 просто. Хорошо. Давай ещё что-то. Давай какие-то перчи можем. Сэши такие продаёшь. Ты что, просто шутишь? Перчи. Нет, ты что-то не хочешь ничего такого продавать. Сапоги. Мне надо менять. Light radius, poison resistance. Но мне тировые надо предметы, понимаете? Тут, чтобы защиту сразу, чтобы сразу росла защита. Игра не клеится у нас. Мы сильно не будем выпендриваться. Продолжаю тусоваться в Great Marsh. И закупил я бутылок. И с Ализиром мы продвигаемся вперёд по джунглям. И мы сегодня узыреем, кто кого зажрёт в джунгли мегапихаря. Или мегапихарь тут неплохо закусит. Но отлететь можно. Тут, по-моему, от рандомного парня с огнём. Тут можно хорошо... Не досмотрев, просто можно отлететь. Опа! Чарм вышел. Выполнение. Чейнмейл. Вот, он плюёт огнём, и мне урон в секунду этот залетает капитально просто. Всё, этих положили. Давай, перегруппируемся сюда. Укроем чест, выпьем воды. Чейнмейл выпал. С характерным звуком, как чарм, просто. Хочу чарм на урон хороший. Вот этого бы под... Там он быстрый, зараза. Посмотрите на него. Это пионеры джунглей, да? Они тут жили ещё до нас. Что ты знаешь там? Их тут не было, наверное. Это же демоны. Как они могли тут жить ещё до нас? Ах, Лизир, в школу вернёшься изучать уроки. Вообще, лор надо почитать, потому что я... Уже дальше третьего акта плохо помню. Я сильно не знаком, сильно никогда не интересовался. То есть, я всегда... В детстве у меня даже не было возможности, когда мы играли в клубе в компьютерном, ознакомиться. То есть, ну, русскую версию, разве шёл, кто имел. Кто-то представлял себе, что происходит. А когда у тебя, когда ты идёшь на ночь, у тебя 10 часов, нет времени читать и переводить со словарём. Ты берёшь героя, идёшь сражаться со своей партией верной, со своими друзьями. И потом сохраняешь его на дискетку набережно, на флопе. Он, по-моему, помещался на 3,5 дюйма, да? Герой твой. И всё, и потом ты на следующую неделю радовался, если можно прийти в клуб. А кое-кто, кто там копил деньги на завтрак, и тот приходил ещё на неделю в клуб, захаживал на часик, и героя прокачивал чуть-чуть. И на следующую партийную встречу приходил уже вкачанный. И все такие, ох, какой ты! А он говорил, ребята, я вам вещей принёс. И вот так вот. Так играли, это романтика была своеобразная, представляете? Это очень круто было. Я бы много ещё сходил, чтобы так засесть с ребятами. Сейчас уже не то. По интернету Яны можу, я там туда-сюда. Я уверен, что можно собраться. У меня один знакомый написал, типа, давай. Я говорю, только давай на хардкоре. Не, я не хочу что-то. Я спрашиваю, почему? А потому что пинганёт. Я говорю, да ничего не пинганёт, слышишь, уже. Нет, ну, в общем, не знаю. Если получится собрать ребят, то можно, кстати, можно сейчас отъехать в Мегапихарь. Заговорился, потому что, на, валим отсюда. Бутылок нету, потому что. Сейчас можно было отъехать просто элементарно. Декард Каин. А, у меня, кстати, защита от яда сейчас. Ормус. Давай, поскольку эти бутылки стоят... Эти стоят 125. 200. У меня 280. Надо эти брать. В перемешку с этими. А как их можно сразу в этот? Там что-то с шифтом, да? Набрал бутылок. На тебе вот это, вот это. 13 тысяч оружия. Шо? Ты мне, интересно, ничего не продашь. Что-то я так посмотрю. По Аклизеру попали. Посмотрите. Налёт невероятный. Мегапихарь должен раздавить просто своим весом мелкого пакостника, который нападает. А вот этого надо успеть два раза просто ударить. Надо туда ложиться. Урона не хватает. Надо в силу идти. Надо идти в силу. С там ловкости надо. 44, 45. До болтинника жадно так. Слушайте, тут 97. Допустим, 3 сюда. Виты 60. Без резистов Виты не хватит. Не, без... Я думаю, Виты хватит. Пока что. Он даже не сюда попадает. Идет за мной. Получает. 57 голды. А Аклизеру это будет на чай. Наташи надо там что-то принести. Какую-то побрякушку, чтобы она сильно не выпендривалась. Потому что она там сильно выпендривается. Она потом вроде какую-то информацию сообщает. Я уже не помню. Она не предательница сейчас? А мне вроде не. Такого нету предателей. В Диабле. У всех горе. У всех города разрушены. Алтарь мы тут взяли уже. Мы найдем эти флайер джунгли или нет? Я помню, что некромантом тут тоже бегал капитально. Базовый этот уровень. Что нужно было получить капитально. Сейчас куплю по ушину стамина. Стамина по уши. Не хотел ничего сделать. Мой верный слуга его добьет. Чейн Мэйл. Ну куда идти? Ну куда-то наверх, наверное. Тут потому что ничего. Тут может вот это переход. А? Мегапихарь. Нет, тут заперто. Что, неужели тут, может, пещера какая-то я пропустил? А? Тут мой портал. Не хватает мне стамина. Кажем. Давай в портал этот, господин несчастный. Декард Кайн, что-то устаю в джунглях. С ним привычки, потому что Мегапихарь говорит Декард Кайн. Отжимайся больше. Декард Кайн и так каждый день по 100 подходов. Давай сюда. Так, это мне не надо пока что. Это давай сюда. Это тоже не надо. Я думаю, у кого и у старика, наверное, их надо покупать. Да? Эти бутылки. Да, ты-то-то геймблиш, да? Мы геймбли... Не надо мне на трейд. Давай две. И мы погнали. Ещё один квест хотя бы сделать сегодня, понимаете? Ну, хотя бы кинжал вот этот сделать. Кстати, сложный кинжал. Грит Марш. Тут нету ничего. Всё заперто. Да, отсюда надо валить. Короче. Давай Мегапихарь куда-то сюда. Сама бы погибла. Значит, здесь всё заперто. Ищем как врагу лайках. Где-то проход... Южный проход, возможно. Мегапихарь быстро тут достаточно двигается. Пошла бутылка. На югах я там всё проверил. Вот тут я не был. С лёту я ушатываю просто здорово. То есть, вернее, двоих, которые друг на друга. Пока попасть надо. Не, не всегда. Тут удар был более удачный. Фулл хелм, хилл поушен. 117 голды. Карту. Да, я тут не был. Неужели здесь где-то переход будет невероятный? Не, ничего тут нету. Капец, я блуждаю. Тут мост и всё. И возвращение обратно. Значит, мы что-то пропустили. Манна нужна. Ну, тут дорожка ведёт, как бы. И всё, и она тут... Это река вообще, а не дорога, да? Это река. Бежим и ищем. Потому что не знаю. Я очевидно, что видел, но просто пропустил. Тут тоже река. Сейчас мы в город вернёмся таким образом. Надо куда-то вот сюда в бочину отступать. Я так смотрю. Да-да-да. Так. Сейчас, секунду. Даша, путешественница. Значит, тут я вейпоинт открыл. Я не понимаю, куда идти. С некромантом то же самое было. Вот тут вот вроде проход. С некромантом было реально то же самое. Опа. Тут мы не боимся яда. Вот тут проход. Да-да-да-да-да. 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 Тут отлично. Сейчас будут набегать. А маны нема. Чуть не убили. Что-то сильно мне дали. Я даже не понял, как. Чейн-бутс мана нужна. Надо какой-то аэропланиш все-таки мне, чтобы у меня работал. Чтобы я при ударе выбивал. Потому что ударов я наношу очень много. При ударе, при попадании. Вот это было бы неплохо, чтобы я мана себе ужирал. Мана паушин. Да куда, мега пихарь, господи? Я случайно. Я премьер подопрошу. Это бывает такое. Но мы знаем, куда идти. Это такое тоже бывает. О, какие луки тут, а? Луки и стрелы. Карту включи. У меня инвентарь на табуляции стоит. Во всех играх. То есть, это такая примха. Escape выше чуть-чуть. Такое бывает, что знаете, как, например, в Сталкер Тень Чернобыля. Там инвентарь, потом, чтобы выйти из него, escape. Чтобы быстро. Или экран лута И, чтобы выйти из него, escape. Вот. То есть, привычка такая, выработанная годами. Бутылок надо докупить. Маны. Все, закупил. Этих хватит. Еще две, и все. И тут точно так же. Так, Waypoint, Great Mars, Spider Forest мы перескочили. Только, ну, мы знаем, куда идти. Не купил то, что самое важное сейчас. Закупить 10 штук. Но их держать негде. Если бы вот здесь в Чисте было столько, там, слотов на 10, 10 на 10 экранов, как это было в Бельзевуле. Это было бы шикарно просто. Просто закупил вот себе 100 бутылок. И себе их забираешь быстро. Потому что к Чисту ты быстрее всего попадаешь. Вот тут голда. Мы, кстати, вкачаемся. Сейчас. Это не лучшее место, чтобы вкачаться. Потому что базовые мобы акта. Краблем, конечно, могут доставить. Но не особо. Как мы шли? Нам наверно... О, герой, кстати. Давай, сейчас не спешить. Колден Хэнс, там мы готовы к этому. Новый прокастует. А мы сейчас заскочим прямо на него. Что я промазал. Новый он кастанет. Если он попадет и новый кастанет, это может быть очень опасно. Замедлил? Да, и хорошенько вальнул меня. Милитарий пик. Редживайшн паушен. Это сюда. Милитарий пик. На косу похоже. 7 по 15 урон. Не сказал, что лучше. Ну, нижний побольше, вроде бы, у топоров. Скорость атаки быстрая. По-моему, один фиг, что идти вот в мечи, что идти в поля... В эти... В топоры. Ну, хорошо, что новенькие хотя бы какие-то появились у нас. Противники. Для разнообразия тоже неплохо, да? Нам вот в этот проход. Мегапихарь уже знает. Это... Это... Дроуд-каркас. Андеды. Что вы повелает по этот бутс? Сколько? 694. Это месть эсманой, да? Что-то маловато, слышал. Алтарь. Маловато. Хочу тысячу защиты. Просто ни в чем не нуждаться. Напарник прибегает. Давай там, клепай их. О, вот это то, что нужно. Ну, давай, мегапихарь. Сейчас мне просто волосица, кто-то. Надо было перед тем, как брать алтарь. Тут герой, во-первых, безопасно очень. Что-нибудь не остался миньоны здесь, потому что героя... Lighting Enhanced. Плохо сейчас будет электричеством лупить. Да. Чуть-чуть не остался здесь. Давай мегапихарь этому бомбочку. Развалили их в итоге. Ого, бомбочка как раз срабатывает. Тут еще набег невероятный. А бутылок нету. Еще пока работает алтарь, надо тащить, пытаться. Бутылка пошла. Еще пару бутылок есть. Давай, рубим, рубим их, потому что это уровень. Сейчас будет следующий. А уровень это Френзи. Быстро. Бутылки надо позабирать. Быстро давай. Брутсорт, кольцо хотя бы заберем. Мана, хилл, морнингстар. Мегапихарь. Сейчас не до этого. Плевать на этот предмет. Бежим, забираю. Бежим убивать. Тут это что такое? Морнингстар. Потом сюда вернемся, давай, пока алтарь работает. Это ответвление просто. Это даже не то, что я ищу или нет. Блин, это ответвление. Мы тут действительно не туда идем куда-то. Прощай, алтарь. Да. Значит, надо в джунглях вот эти проходы находить. Но я уже только что вспомнил. Ну, сорян. Будем искать. Но уже был острый момент. Я чуть не откинулся. Из-за жадности. Предметы там пропадут, судя по всему, да? Ого, они так умеют. Я не знал. Давай, мегапихарь. Надо уровень добить тут хотя бы. Спайдер Форест. Не то, что нужно. Дрон Халк какой-то. Это прошлая Лока Спайдер Форест. Там давайте что-то поищем. Мегапихарь, давай, пей из колодца два раза. Алтарь работает. Это Спайдер Форест. Где следующая Лока? Я не могу понять. Я там что-то пропустил. Надо карту изучать. Бежим, пока что качаемся. После Грейт Марша должны были быть джунгли. Я дошел до конца. Я, значит, там просто пропустил. Из-за своей невнимательности. Что ты can't carry-то? Давай сюда их быстро. Бутылки заряжай, мегапихарь. Потому что сейчас надо... Ты должен хоть куда-то... А, уже не работает. Ну ладно. Мы тогда вернемся. Предметы заберем. Потому что предметы неплохие выпали. Так, честна пошла. Скейл Мэйл пошел. Голды неплохо. Я тоже выбил. Аметист давай заберем. Может понадобится потом. Монопоушен. Голда. Скэминтар. Тут грех не вызвать. Это сюда. Морнинг Стар я еще заберу. Слышишь? Она маленькая... Кольцо. Ну, не знаю. Антитот сюда. Кольцо сюда. Бутылки есть еще. В принципе, надо бы взять. Грейт Хилл Паушен сюда. А эта штука здоровая слишком. Я не думаю, что она там суперкрутая будет. Потому что она всего лишь синяя. Ну и тут за рекой нету ничего. Мегапихарь. Ты только сюда перепрыгиваешь. Давай карту. Значит, вот тут вейпоинт. Тут мы прошли. Вот тут может быть вот этот выход. Вот здесь. Я потому что только по верхнему берегу шел. Изучаем карту. А здесь точно ничего не будет. Мы как бы рукой подать, да? Но давайте для очистки совести это сделаем. Мегапихарь. Цветок портала забираю. С некромантом точно такая же ситуация была. Мы бегали и блуждали по джунглям. Тут есть какой-то проход. Давай я защиту возьму. Сейчас бежим вперед. И там поворот будем. Закроем там проход. Может там выход на следующую джунгля. Не получил. Прыгой куда-то не туда. В итоге всех развалил. Цветок портала пошел. Эту бутылку сюда, пожалуйста. Ману выпиваю. Не герой. Такая себе пачечка. Давай их добьем, потому что эти быстро клепаются. Клепаются. Вот этими мечами. Просто зрелище завораживающее. Я бы тут даже еще музона добавил. Он тут эпичный очень. Если не здесь переход, то я не знаю где. Придется мне... Здесь переход есть. Ты, господи, ты, боже мой. Мега пихарь, мега пихарь. Опять не попал. Опять заблудился. Так, банка пошла. Не теряем бдительности, потому что сейчас можно все равно тут получить 57 голды. Все, тут уже надо сделать портал. Это оно? Да, это оно. Слава тебе, господи. По вот этим столбикам надо ориентироваться очевидно. Декард Каин, что там? Идентифицируйте, пожалуйста, потому что принес предметов. Блуждаем чуть-чуть. Блуждаем в потемках. Это заберите. Кольцо. Два к жизни. Кольцо Шикала. Действительно. Атак рейтинг к силе. Я бы взял к силе, потому что надо больше урона. Я хочу их с одного удара всех уклепывать. Давай возьмем побольше бутылок. Сейчас большой рейд у нас будет. 18 тонн у меня остается. Что я не продал. Надо было камни вытащить. Стэш пошел. Давай зомби. Так, мелкий стреляет. Демоны лезут. Надо подписи смотреть, чтобы на миньона не нарваться. Потому что вот там от миньонов чуть не остался я. Тут сейчас будет ясная поляна у нас, судя по всему. Потому что меня еще и заморозили. Уровень получаю. Подождите, не спешите. Вот это мы еще дадим. Пока отступим чуть-чуть. Я хочу Френзи затестить. Еще, возможно, в этой серии. Скорость атаки. Атака плюс 100. И дамаг плюс 130. Френзи первый пошел. Успешный двойной свинк увеличивает скорость. Что? А, успешный. То есть попасть надо, да? Ну, давай попробуем. В силу вложим. Хочу посмотреть, как оно работает. Потому что я не понимаю. Увеличивает скорость, да? Действительно, чисто. Но он медленнее атакует. Мегапигарь медленнее бьет. Так, сейчас давайте тут залутаем сундук. И разберемся с этим навыком. И найдем проход дальше. Значит, сейчас. Так, что у нас? Это можно выбросить. Глоус сюда. Могут быть хорошие. Двуручный меч может быть тоже хороший. Пьешь. Это сюда, сюда, сюда. Это сюда. Двуручный меч пошел. Хилл-поушен сюда. Грэйт-хилл-поушен сюда. И вот эта штука. Сюда. Пока что возвращаться не надо. И это все-таки еще один просто перепроходик. Которым еще вот эта гадость. Включная. Тут нет выхода на флайджангл. Потому что дальше я все смотрел. Дальше мы везде были. Мегапихарь ускоряется. Так. Он медленный достаточно. Ее надо чередовать, мне кажется. Это Френзи. Или набивать просто. Мегапихарь с одной плюхой теперь их практически ушатывает. Понимаете, в чем кайф этого Френзи, а? Да, с одной плюхой. Потому что дамаг плюс к дамагу и плюс к атаке получаю. И его надо вкатывать, чтобы была больше скорость, мне кажется. Омегапихарь ускорен. Теперь бежит, капец. Через все джунгли. Может, Френзи пассивно как-то работает? Не может быть. Нет, 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 нет. Надо именно им сражаться. Это активный навык атаки. Он медленный достаточно. Он еще ману жрет. Урон отличный просто. Просто отличный. Сейчас под деревом вообще не было видно, кого я бью, кого я не бью. Была опасно достаточно, потому что можно было огнем получить. Мегапихарь, по-моему, лучше попадать стал. Мы вернемся когда домой, мы посмотрим параметры, как меняются у Френзи и у Свинга, собственно. Но мне кажется, нормал можно пройти даже на Свинге, чисто его замаксив. Мы же хотим попробовать разные навыки, чтобы по-разному очень персонаж действовал. Еще раз я в закрытой местности. Вот тут, где я не мог как бы найти ничего. И сейчас мы тут еще раз все проверим. Тут нет никаких проходов дальше. А с параллельной стороны выход всего лишь. Невыгодный вейпоинт. Олень и рога это для друида. Выпал предмет. Да, нам тут тяжело будет скачать это Френзи. Потому что долго достаточно. Вот так она намного лучше. Что там, Крис выпал. Ну вот, я тут все пробежал, я не вижу прохода. Не здесь, не здесь. Где-то вон в другом месте, очевидно. Я буду искать, мне придется искать в следующей серии, наверное. Потому что мы тут... Мы или в это еще найдем. Я уже хотел бы закончить, честно говоря. Потихоньку. Много беганины очень сильно. Поти флайм джунгл джунгл джунгл. Надо еще раз где-то карту смотреть в более безопасном месте. Мана закончилась. А они все, они не заканчиваются. Я не могу остановиться их клепать. Такие сочные цели для мегапихаря. Его напарника. Френзи работает даже без маны или что? Я выжираю ману, судя по всему, или нет? Непонятно это. Так, да тут еще, на господи. Я даже остановиться не могу, чтобы карту посмотреть. Сейчас, этих расклепали. Еще идут. И мегапихарь просто так стремительно несется. Да сейчас мы еще один уровень набьем, а? Да, они хорошо получают. Мещи нужны на быструю, кстати. Скорость атака, мне так кажется. Давай в город. Давай посмотрим одну вещь. Я хочу посмотреть, значит, Френзи. Сравниваем с вот этой ерундой. 86-146 от Френзи дамаг. Атак рейтинг 1000. Лучше, как бы, получается. Да, то есть его надо вкатывать. Что он дает еще? Скорость атаки 7%, но я что-то не вижу, чтобы она была. Ну, здесь, как бы, когда два оружия экипировано, атакуют две цели сразу. Поэтому, наверное, оно так быстро окажется, да? Следующий уровень. Скорость атаки 7 по 13% будет расти. И дамаг будет расти от Френзи. А, маны стоит 3. От таунда получает. Вот мне бы Берсерка один уровень взять. Представляете, один уровень магического, один процент магического дамага за уровень Берсерка. Даже этот 1% бы решал, потому что еще добавляется плюс 1% на норме ли это даже бы законало. Вот этот дополнительный процент неплох, когда ты вносишь кучу ударов. Ормус, что я тебе хочу сказать. Нужны предметы, чтобы я выжирал за удар себе хп и ману, чтобы я просто забыл про бутылки. Нам нужен такой меч, я думаю. Лайтинг-резисты. 8% слабенькая. Надо оставить на всякий случай. Почему? Потому что гладиолус. Бутылочку купили, да? Мегапихарь. Декард Кайм, не можем джунгли там найти, слышишь? Значит, так, кольцо сюда. Ну, черепуха тогда нужна, понимаете? Значит, сколько я за оружие? 2% жизни при попадании я ворую. Если я соберу крутой череп, то я буду воровать капец. Плюс я буду наносить 75 поизон дамага за 5 секунд. Может, мне даже не нужно урабатывать такой урон большой. И травить буду? Не знаю. В общем, нужен маленький черепочек, тогда мы получаем огромный черепочек. В меч. С сокета, конечно, его заберем. Теперь давай. Значит, флэйр джангл после Грейт Марша должно быть. Зашли в... Тут река. Тут ветряка. Тут я никак не прохожу. Не, Мегапихарь никуда туда не может пройти. Сейчас надо тут где-то встать. Портал, во-первых, забрать. И... Ещё раз внимательно изучить карту. Дальше алтарь, река. И дальше вот выход, в котором мы были. Там ничего нету. Проход назад смотрим. Значит, нижний проход. Нет, там нету ничего. Мегапихарь. Там просто река, как и здесь. Мы там всё изучили. Тут река. Тут, тут по карте. А, вот тут. Вот тут, наверное, переход. Это переход в спайдер лес. Может здесь. Эх, Мегапихарь, Мегапихарь. Ну, побежали. Что? Побежали. Около спайдера леса. Развилка, то есть, да. Ты просто её не увидел, потому что слепец. Ну, вкачался чуть-чуть. Всё, бегаешь быстро, зато. Стильный. Даже снаряд тебя сильно не... Не преследует. Получается, что мне надо качать френзи до конца. И ману увеличивать. Мегапихарь, всё, у тебя есть мана. Ты перепрыгиваешь тут просто с лёту. А сейчас ты вообще попьёшь на халяву. Это спайдер форест. Скилл шрайн. Попробуем здесь пройти. Да, тут можно пройти. Ну, моя ошибка получается, да. Конечно, я сюда не пошёл. И у Мегапихаря начинает потихоньку заканчиваться мана. Так, небольшой набег. Зато Мегапихарь мелких ушатывает за удар просто. Что-то чуть не остался. Но маны нужно. Капец. Это пас выпадает. Морнинг Стар такое. Да, маны теперь надо побольше. Нет, тут всё ещё паучьи владения, посмотрите. Паучьи владения. И демоны, фетиши. И тут нету ничего. Мне, по-моему, кажется, что мы сейчас придём дальше в паучьи владения. Хотя, тут вот что-то такое намечается уже. Ну, я вот пытаюсь пробежать. Мегапихарь, чтобы мы тут не остались, аккуратнее действуем. Потому что куда-то я забегаю, судя по всему. Уже вперёд. И мана-то заканчивается потихоньку. Хил выпадает, а вот маны нету. Стамину полшин выпьем. Всё, тут ничего нету. Куда мне идти? Карту будет развернуть на полный экран. Чтобы посмотреть. В паучьих владениях тоже этого прохода нету. Ману вот можно взять. Сразу выпить. Эд руна выпадает. Неплохо. С рунами можно что-то склепать. Большой чарм выпадает. У меня опознание даже есть. 1-2 колд дэмэдж. Ну, такое, честно говоря. Только будет. Конечно. А ну сейчас со скиллом, а? Скиллшрайн. Ещё быстрее мегапихарь становится. Ой, я сюда, тут где-то не был, слышишь? Какие-то места новые открываются. Может, сейчас случайно найдём? Бескомая, а? Ну, мегапихарь, конечно, начинает накидывать им капитально. И скорость атаки возрастает потихоньку. Они даже подойти не успевают. Хе-хе-хе. Хорошо. Мана ещё одна. Варскипетр. Выпил и забрал. И за маной в город скатался. Ещё мана. Слышишь, может, в город и не надо. Потому что ещё одну выпил. Варскипетр потом закинем. А ну тут давай пробежимся. Нет, тут всё закрыто. Засранцы только стреляют мелкие. Давай, мегапихарь. Куда-то сюда. Я тут не проходил. Что за дела? Подождите. Да, я тут не проходил. Я же всю карту там осматривал. Как это могло произойти, я понятия не имею. Бежим. Вроде нашли. Я тут вообще не был. Ману давай сюда. Слышишь, надо быстрее её забрать. Всё-таки кенкерри мегапихарь. Сейчас. Ой, господи, какой ты быстрый. К этому надо привыкнуть определённо. Хе-хе-хе-хе. Да он такой быстрый. И хилд поушин надо забрать. Ливинг поушин это такое. Мелкий готов. Где мы? Я не понимаю, честно говоря, по карте. Я действительно заблудился в этих джунглях. Но мы, судя по всему, идём в правильном направлении. Блин, где закончилось? Мана нету. Чтоб не нарваться. И не погибнуть. Шрайн. Героя нету? Нет, обычные. Тут мана нужна, чтобы их развалить. Ты ещё уровень получаешь, да? Альтизир. Давай в портал. Давай этим подарок. Организуем. Так вот. Карткань, не могу в джунглях разобраться, куда идти. Случайным образом вообще куда-то захожу. Три сокета. Ой, крутейшая была вещь, судя по всему. Этруна. Минус 25 торжа дефенс. То, что здесь у меня. Намечается второй крутой меч, да? А что в моих рецептах так было записано? Которые я выписал. Тал плюс Эт можно что-то собрать. Есть у меня Тал. Да, Тал плюс Эт это уже... Крутая тема. Уже... А, это не, подождите. Это армор. Это на армор. Это в армор можно. Тал Эт, короче, какой-то армор. Вот эти две. Тир Эль. Это, ну, Тир Эль получается, да? Эль есть у меня. У меня Ит еще есть и Эль. На Ит это надо не в Сол. И все. Больше такого ничего нету. Ит. На Ит больше у меня ничего я не выписал. Там куча этих рецептов, я не знаю. Камешки потихоньку идут. Вот это хороший камешек. Его даже один по 14 вставить сокетом. Ну, мы можем армор склепать крутой. Значит, мне нужен армор. Пользон резист, реген маны. Это, по-моему, уже пойдет. Мне нужен армор. Еще раз смотрю. Тал. Плюс Эт. Мне нужен армор без аффиксов. С хорошей защитой. Попробуем сейчас это сделать. А денег на него нету. 23 тысячи. Я потому что сильно не выбивал. Но это надо будет попробовать. И армор должен быть такой хороший. Готический. Уже сделаем себе готический. Давай бутылки мне. Давай пару порталов. Все. Еще надо камень выложить лишний. Мега пихарь, говорит Декарт Кань. Что-то ты сильно увлекся этим крафтом. Я поэтому изначально и не хотел вообще читать эти рецепты. А вот теперь вот начал читать и все. И теперь меня наспынить. Я предупреждал. Что так и будет. Мы хотя бы попробуем. Я никогда этого не пробовал. И честное слово, клянусь вот просто. Никогда я этого не крафтил, когда я играл в Диаболу. Бежишь, просто предметы тебе выпадают и все. Так, сейчас нас лайтингом будут прошибать. Судя по всему. Нашли флеер джангл. Соул киллер. Да, хорошо накидывают. Неужели защиты не хватает такой, которая уже сейчас есть? Учитывая напарника от соул киллеров. Фетиши вообще еще не наносят. А соул киллеры уже хорошенько накидывают мега пихарю. Нельзя недооценивать, потому что третий акт. Это еще спайдер форест. То есть мы сюда выходим через спайдер форест все-таки. Трача огромное количество маны. Да, наносят мне урон. Засранец мелкий. Посмотрите на него. Греть мана поушен. Сириус Майден Спир. Говорит, очень Сириус. Слышишь, давай. Майден причем. Два сокета только для амазонки. Это женское копье, да? Алхизир. Но этот, наверное, немножко таких... Очень консервативных убеждений. Вот сейчас по этим, по-моему, эти очень сильно травят. Они нормально втащили мы на Пойзен Ленд, потому что там редюст. Сейчас надо найти вейпоинт, чтобы я просто сюда не бежал. Опять не пойми откуда. Герой. Сильный герой. Отступи мега пихарь, ты слышишь? Потому что тут заклюют. Заклюют просто. Стоим улыбаемся. Герой. Отступить. Подожди, молодой человек. Там нападать. И куда он делся? Кстати, по-моему, его Альтазир бьет. Тут все смешалось. Герой где-то здесь был, да? Крис с него выпал. Или он убежал? Успел убежать? Не, я не понял. Честно говоря. Ну, пробили неплохо. Предмет не с него выпал, кстати. О! Наконец-то начинает что-то падать нам, да? С этого я кольцо. Не знаю, насколько толку много будет с него. С этого кольца. С этого и вещи. 6 жизней краду при ударе. Дамаг снижен на 2. Колд резиста можно уже снимать, да. Я буду хп. При ударе 6 жизней процентов я краду. Давай посмотрим, как работает, собственно. Что мне бутылки теперь будут при вампиризме, а? Это параметр для варвара важный, потому что я весь прошлый акт мог вообще практически без бутылок ходить, если бы я хороший вампиризм имел в оружии. Я завязан на мане, да? Я не пью бутылки сейчас. Ну, знаете, с таким, в принципе, с таким можно доиграться. Хотя, не, нормально, мегапихаль тащит. Сейчас надо только подобивать. Ману только надо пить. 6 процентов жизни. Но это такой аффикс тяжело выбить обычными вот этими черепками, потому что черепок сколько там? 2 процента жизни, да? Нужно выпить одну. Подобрал, потому что скейлмейл с тремя сокетами. Заберите, не позорьтесь. Колодец. Там параллельный проход какой-то, по которому мы, наверное, сюда попасть не могли. Племя, кстати, соулкиллеров тут пожёстче, чем обычные. Идентификацию давай сюда. Очень хочу найти вейпоинт. Просто это очень нужно. Колд Шрайн. Стамина Пошин. Они знают, что мне нужно. Две причём. Трую забираю, сразу пью. Мана есть. Есть ещё 4 бутылки. Давайте, повыходили. Правят. Уже надо выпить, наверное, бутылку. Тысячу. Вон, бежали на меня. Интересно, останусь тут. Мегапихер тащит даже без маны. За удар высасывая жизнь вампирия. Посмотрите. Восстановлю на пфул с этой пачки. Это я не пью бутылки. Хорнхелм. Это мой, по-моему. Перегружен. Мегапихер. Нет, ты должен, точнее, взять. Себя. Да, это твой. Полиарм мастер и два к шауту. Такое себе. Удовольствие, честно говоря. Но играться нельзя. Курас доки. Декарт Кайн. Вот именно, Мегапихер. Не выеживайся. Сейчас мы посмотрим. Это с сокетами сюда, это сюда. Ну, полиарм мастера не подходит. Дефенс 30 неплохо. Тут 44. Я потому что вставил. А я сюда хп вставил. Он энхэнсд был изначально. Руну что забрали? Неф руна. То, что нужно, да? Там для... Дал ИС. Неф лум у меня есть. Неф сол ИС. Вот ИС, кстати. Сол только надо выбить. И можно шлем замутить. Неф сол плюс ИС. Такой вот тоже рецептик я выписал. Я выписывал только общие на армор, на хелмы и на мечи. Неплохо. Да, тут можно, конечно, много чего вытворить в этой игре. Она монументальна. Она монументальна. Надо от чего-то из... Надо вот от этого. От этого нельзя избавляться. Два аффикса. Нужен... Два по шесть нужно мне. Триксилия. Один по два фаердэмач. Вот эти такие столько занимают, а приносят так мало урона. Носим. Как хочется найти вейпоинт. Господи. Где он тут может быть? Потемнело еще, слышишь? Бежим, просто его ищем туда, в таком случае. Тут можно остаться немножечко. Мегапехарь надо отжираться получше. Хендекс выпадает. Такое все. Переходим на ту сторону реки. Ее теперь опять все надо оббегать в поисках, судя по всему. Вейпоинта. Ого, мне дал я рыбеха. Слышишь, неплохо. Супервый гранд скипетр. Тут я что-то бутылок не взял. А почему я не купил их, я не понимаю. Кстати, еще тут могу бы загнуться. Я потому что думал, что там у меня все бутылки или нет. Давай-ка их сюда. Или я только ману купил. Я полыву уже чуть-чуть. Забери, пожалуйста, вот это. Это не пойдет нам. Все, места мало. Надо бы починиться, давно не бегали. И нам нужен вейпоинт. Я потому что серию хочу закончить. Я подустал действительно. Чини. Можно слиться по невнимательности. Мегапихарь, соберись. Все хорошо. 24 уровень. Скоро 25. Мне Френзи, честно говоря, не очень нравится. Я думал, будет побыстрее он атаковать. Но он ускоряется так хорошо. Хорошо. Давай игнорируем. Ищем вейпоинт. Ищем вейпоинт. На той стороне реки мегапихарь куда-то сюда запрыгивает. Действительно. Что-то тут есть в этих джунглях. Вейпоинт должен быть на начале или нет? Это не ясно. Тут какой-то переход. Убил, слышишь. Я его не добил при этом. Мана заканчивается. Да. Давай сюда, 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 сюда. Тут домики какие-то. О, вейпоинт. Отлично. Все. Флайер джунгл готовы. У нас возвращаюсь в Кураст. И шо. Итоги серии. Прибыли в Кураст. Выполнили всего лишь первый квест. И кусочек второго. Кусочек третьего, вернее. По деньгам. 24 тысячи. Надо найти. Надо заработать денег. Можно попробовать. Тал. Это слово собрать. Слово силы в арморе. Да. Я еще раз пересмотрю внимательно. Значит, оно что должно сделать. Пойзен резисты. Реген маны сделать. Тогда можно от этого. Не, ну. И надо мне какой-то действительно попробовать сделать меч на аджор. Для этого мне нужен еще маленький черепок. Я из трех маленьких черепков делаю еще один большой. Флавет скул. Из трех флавет скул делаю один крутой скул. Его вставляю в какой-то сокет, например. У меня меч на аджор. Я аджираю жизни. И ману. Вот. Ну и если меч этот будет на три сокета, то я еще добавлю туда, в принципе, наплюю на вот эти сборы. Добавлю вот это. 9 к максимальному дамагу. И добавлю вот этого молодого человека. 40 поизон дэмэджа. Я бы даже вот это. 75 поизон дэмэджа дал. Вот это. Дал и ит. И вот этого молодого человека. Ядом бы всем сносил крыши. Или если найти еще маленький камень. Тут много чего можно склепать, честно говоря. Джевел есть в Дексерите. Кстати, его надо... Он столько лежит. Ему, может, надо использовать куда-то. Тебе не надо, ничего тут. Не. Параметры вроде бы хорошие. Я должен себя тут неплохо чувствовать. Витум можно еще чуть-чуть поднять, я думаю. И надо в силу идти уже. А, ловкости, возможно, чтобы мечами пользоваться. Я просто не знаю, какие требования тут местные. И колд резиста еще чуть-чуть есть. Третий уровень. Ну, вот это неплохое кольцо. Дамаг снижен на 2. Мефис-6. Я в жизни. Катанс сил. У него тут большой. Слушайте. Это какой-то для Роги какой-то, наверное, да. Набор. Ну, варарное кольцо тоже хорошо. И надо что делать, Декард Кайн в этом третьем акте в карасте. Надо резисты накоплять. Потому что без резистов мы на Мефисто точно не пойдем. С предметами будет еще та у нас тут беда. Мы должны быть готовы ко всему. Но Мегапехар стильно уже очень выглядит. Он крутой. Иван Апартинг тоже. Спасибо за внимание. В следующей серии увидимся. И будем продолжать тусоваться в третьем акте в великой игре Diablo 2. До свидания.